Продолжение следует... И мы продолжаем играть в эту замечательную игру. И тут у нас Майюри... ...напросилась Курицу в гости. Так, Крис садится, затем... ...поддерживает мое тело, чтобы мы могли подняться вместе. Завтра у меня есть какие-то планы, поэтому мне нужно уйти пораньше. У нас не будет много времени. Ты не против? Да, все в порядке. Что ж, считаю, что ты приглашена. Вот так. Обещание выполнено. Я должна держать слово. Так, у меня просто что-то нос опять начинает закладывать. Должна держать слово, верно? Я счастлива, спасибо. Я должна сообщить Акарину и остальным, чтобы они знали, что я нашла Крис. Ну, как только я подумала об этом, я получила сообщение. Извини, что связался с тобой так поздно, я уверен, что ты уже дома. Но на всякий случай, мы нашли Кристину, и с ней все в порядке. Ты можешь остановить поисковую миссию. Я думал, что Майюша первая нашла тебя, но похоже, Акарин нашел тебя первой. Я рвым, наверное. Это сообщение от Акабы? Да, Крис, ты заходила в лабораторию, прежде чем прийти сюда? Ты видела Акарина? Да. Понятно. Интересно, почему Акарин не написал мне раньше? Он сказал мне, что сделает это, как только увидит тебя. Ну... Она отворачивается от меня и неловко моргает. Возможно, между ней и Акарином что-то произошло. Не похоже, что она хочет, чтобы я спрашивала. Неловкое молчание. Ну, возможно, письмо просто задержалось. Акарин никогда не умел отправлять сообщение? Это не... Может быть. Крис пытается что-то сказать, но, похоже, решает не говорить. Ну что ж, Крис, давай начнем. Оставаясь энергичной, чтобы попытаться избавиться от неловкого чувства, витающего в воздухе, я взяла Крис за руку и потянула ее за собой. Ты нашла, Куня? Слава богу. Я все еще нахожусь на середине поиска сведений о ее отце. Я работаю над решением этой маленькой загадки. Что ты имеешь в виду? Мне правда стало любопытно. Ты должно быть сейчас детектив, Феррис. Я уже сообщила отцу, что сегодня задержусь, но позвонила ему еще раз, чтобы спросить, могу ли я остановиться в гостинице Крис. Так что, как опоздала на последний поезд. Он сказал, что все в порядке. Я думал, что отец будет очень расстроив, решив, что Маюша стала непослушной, но... Но когда я позвонила ему, Крис объяснил ситуацию и убедил его. Когда я раньше упоминала ночевки, мне никогда не отказывали. Потому я была немного уделена его реакцией. Мне никогда не отказывали. Странно, короче. Как только я получила решение остаться у Криса, мы пошли в магазин, чтобы перекусить перед поездкой в отель. Наконец-то у нас будет ночевка. Спасибо, что увидела папу. Он мог не согласиться, если бы мне пришлось объяснять все самой. Я привыкла побеждать в дебатах. Я знаю, что это не очень красиво, но это вошло у меня в привычку. Я не знаю, что так взволновало отца. Он не против, чтобы я оставалась в лаборатории? Так почему же Сёня ввел себя так странно? Если честно, Майюри, ты сказала ему обоскоку, уже поздно. Я собираюсь остановиться в отеле на ночь. Конечно, он неправильно понял. Ну, я не вижу разницу между ночевки в отеле и лабораторией. Ну, это зависит от отеля. Он, должен быть, подумал, что ты хочешь переночевать в плохом... ...плохом отеле. Извиняюсь. Это, наверное, было громко. Существуют хорошие и плохие отели. Ну, конечно, но не волнуйся. Отель, в котором я остановилась, просто замечательный. Ничего сомнительного в нем нет. Сомнительного? Почему бы нам просто не оставить все как есть? Кроме того, важно ли то, что мы с этим разобрались? Да, все благодаря твоим навыкам убеждения. Я была впечатлена просто слушать твой рассказ. В нем ничего особенного. Ты тоже впечатляешь, Майюри. Твой папа так тебя любит. Ты так думаешь? А разум взрослого, сердце ребенка. Это прекрасно подводит итог Ферри сня. Если б не любил, он бы не волновался. Думаю, он просто сильно беспокоится. Какая разница? Ты должна быть благодарен за то, что он вообще беспокоится. Крис слабо улыбается, затем встает два гостиничных стакана. Она проверяет мини-холодильник и шкаф. Мне следовало купить закуски получше. Извини, что не могу побаловать тебя сегодня. Я как бы пригласила себя в последний момент. Не беспокойся об этом. Обычно у меня в запасе есть только чашечная лапша. Этот идиот называет меня 17-летней звездой, но в моем образе жизни нет ничего звездного. Мы тоже купили всякого по пути сюда, так что этого достаточно. Ты проделала весь этот путь, чтобы посетить отель. Итак, хочешь ли ей что-нибудь заказать? Нет, все в порядке. Маюша будет счастлива, если мы сможем много поговорить сегодня вечером. Думаю, в этом и есть смысл ночевок. Да, это так. Какой вкус лапши ты предпочитаешь? Морепродукты или карри? Я буду карри. Ак. Крис кипятит воду, добавляет ее в каждую чашку, затем передает одну из них Маюши. Пока она это делает, я открываю пакет из курицы. Чао-даун. И другими закусками выкладываю их на пол. Итак, за нашу первую в жизни ночевку! За наше здоровье! Мы поднимаем бокалы с доктором Поппер и залпом выпиваем их. Майюри, ты ведешь себя как старик. Я должна сказать, что живу ради этого, или как-то так, да? Так говорит мой отец. Майюри. Крис смеется, размазывая вилкой лапшу по чашке. Ее улыбка сняла с моих плеч огромный груз. Почему-то мне кажется, что он даже вкуснее, чем обычно. Да, но мы были голодны. Я только сейчас проверила свой мобильный телефон. Майюри, ты правда пыталась дозвониться до меня с позднего вечера? Мне так жаль, что я не заметила. Без проблем. Все хорошо, что хорошо кончается, верно? А если бы я не искал тебя, мы бы не смогли устроить ночевку. Верно. В конце концов, может быть, все это сложилось не просто так. Фатализм. Школа философии, которая утверждает, что каждое событие предопределено предыдущими событиями. Прошлое определило настоящее, настоящее определяет будущее. Хотя мы можем думать, что действуем по собственной воле, но на самом деле мы идем только по заранее определенному пути. Те, кто присоединяется к детерминизму, часто ссылаются на мысленный эксперимент демона Лапласа. Для интеллекта, который в определенный момент знал бы все силы, приводящие в движение природу. И все положения всех тел, ее составляющих, ничто не осталось бы неопределенным. А будущее, так же, как и прошлое, было бы открыто и его взору. Пьер Симон Лаплас. Если случается что-то плохое, то может вызвать у нас депрессию в этот момент. Но если мы оглянемся на это позже, то окажется, что из этого вышло много хорошего. Действительно, я не согласна с фатализмом. Я не верю, что будущее определено. Мы должны завладеть им. Если будущее предопределено и неизменно, то это опровергает саму науку. Крис перестает есть лапши из часки и продолжает говорить наполовину про себя. Наука изменила мир. Это изменило будущее. События 20 века были особенно замечательными, поскольку они исполнили многие мечты и желания человечества. Мобил-волновка имеет безграничные возможности. Я не хочу отрицать ее потенциал. Но в последнее время я задумалась, что если будущее, которое, как мне казалось, я для себя выбрала, на самом деле предопределено. Я не хочу принимать это, но что, если в конце концов, независимо от того, как сильно я пытаюсь изменить будущее, все сходится к одной и той же конечной точке? Это трудно. Верно, очень сложная проблема. Только святой сможет принять тот факт, что все предало черта нас судьбой. А я не святой. Нормальные люди не могут не хотеть выбрать будущее, в котором их близкие будут счастливы. Я понимаю, но... Крис, кажется, не может подобрать слов и замолкает. Крис? Казалось, что ее глаза слезятся, поэтому я запаниковала и засунула ей в рот кусочек курицы. Чао даун. Ета будет вкусная лишь наполовину, если мы будем есть, разговаривая по-плохому. Ты права. У нас нет возможности узнать ответ на этот вопрос. Кроме того, я не хочу с тобой спорить, Майори. Так что, о чем мы должны говорить на ночевках? Я никогда на них не была. Но это девчачья ночевка, так что мы должны немного поговорить по-девчачьи. Как думаешь? Девчачьи разговоры? Что это такое? Мы просто говорим о вещах, о которых обычно не говорим. Еще узнаем друг друга и становимся лучшими друзьями. То, о чем обычно не говорим. Иногда, когда я остаюсь на ночь с Фубуки и другими моими друзьями, мы говорим о шокирующих вещах. Например, о том, какие необычные шипы нам тайно нравятся. Очень весело. Шипы. Тут неправильный перевод. Шиперинг. Как бы есть такое слово. Но конкретно шип... Относится к романтической паре персонажей. Например, человек А и человек Б состоят в отношениях. Когда говорят А на Б, это означает, что человек А занимает главенствующее положение по отношению к человеку Б. Фанаты называют эту динамику Семи и Уки. Соответственно, обычно используют среди фанатов Яой. Бээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ проблема или ты хочешь поговорить о влюбленности? Майуша готова ко всему, Крис. Я хлопнула в ладоши один раз, а затем протянула руки в ее сторону. Это все так неожиданно. Она скрещивает руки и кажется, снова погружается в раздумья. Мои проблемы? Точно. Я не думаю, что раскрывать свои слабости перед кем-то это хорошая идея. Правда? Для Майуши разговор с кем-то иногда может помочь решить проблему. Ну, думаю, в этом есть какой-то смысл. Просто до сих пор меня всегда окружали люди перед которыми я не могла проявить слабость. Включая моих родителей. Крис. Но ты другая, Майюри. Звучит неловко, когда ты так говоришь. Возможно, ты права, похоже, ты ладишь с отцом. Майюри, так что, возможно, прислушивание к твоим советам может помочь. Тебе проблема с отцом? Ну да. Среди многих других вещей. С чего бы начать? Одна проблема за раз, это просто прекрасно. Фейрис уже рассказала мне немного о твоем отце. Она тоже очень беспокоится о тебе. Не могу поверить, что я так выплеснула на нее свой гнев. Какой ужасный поступок. Она говорит, что не может оставить тебя в покое, Крис. Она? Фейрис? Действительно хороший человек. Да, Фейрис замечательный человек. Она беспокоилась, что случайно разозлила тебя. Это была не она. Она не сделала ничего плохого. Мой отец виновит меня, но Фейрис сказала мне, что я не должна оставлять все как есть. Что я должна попытаться исправить наши отношения. Поэтому я позвонила отцу и попыталась сделать это. Конечно, он сразу же отверг мои попытки. Подожди, разве здесь чаще разговоры не должны быть более, ну, знаешь, позитивными? И не такими серьезными? Нет, все в порядке. Все что угодно, помнишь? Да, просто такие вещи меня немного смущают. Заставляют меня нервничать. Придется провыкать. Я бы хотела услышать продолжение твоей истории. Ну, конечно, после звонка я взволновалась и убежала, но теперь я сожалею, что сделала это. Я бы хотел услышать продолжение твоей истории. Крис, ты же любишь своего отца, так ведь? Я ненавижу этого человека. Но если бы это было правдой, ты бы не была бы шокирована тем, что он отверг тебе, верно? Я... Даже если ты не можешь донести до него свои чувства прямо сейчас, если ты будешь продолжать показывать ему, что ты любишь его, медленно оно верно, я думаю, поймет. Ты можешь посылать ему письма, сообщения или что-то еще. Все закончатся так же, как и всегда. Он просто отвергнет меня. Но почему бы тебе не попробовать? Невозможно, у меня больше нет времени. У меня нет времени. Эти слова заставляют меня врасплох. Прости, Майюри, я знаю, что на меня это не похоже, но просто это не в моей власти. Нет, нормально быть расстроенной. Не беспокойся об этом. Должно быть со мной что-то не так, если я вымещаю свою злость на тебе. В последнее время так много всего происходит, и я думаю, я на пределе. Убирает челку с лица, Крис глубоко вздыхает. Я думал, что мой мозг имеет лучшие характеристики, но нет. Я перегружена, и мне так стыдно за себя, что эмоции берут вверх. Если бы только души людей имели какой-то идеальный ответ, как математические уравнения, все эти нелогичные эмоции бурлят во мне, и ничего не имеет смысла. Эти глупые мысли просто проносятся в мою мозгу. Это заставляет меня мечтать сделать лоботомию. Да, есть у меня такие тоже желания периодически, даже очень часто. Маюши, я не совсем понимаю, что ты имеешь... Что ты говоришь о лобомии, но ты хочешь сказать, что твоя голова переполнена заботами и проблемами, Крис? В основном. Маюши иногда чувствует то же самое. Ты не одна. Крис, это случается с каждым. Но, Маюши, в отличие от меня, ты всегда улыбаешься. Все тебя любят, и ты, похоже, не подвержена ненависти к себе. Нет, это совсем не так. Для Маюши это происходит, когда я не могу помочь важным для меня людям. или когда я чувствую, что я являюсь для них обузой. Важны для тебя люди? Да. И под ними ты имеешь в виду его, так ведь? Не только, Акарина, ты тоже важна для меня, Крис. Маюри, если я хочу спросить, то сейчас самое время. Решившись, я делаю глубокий вдох и спрашиваю. Знаешь, не кажется ли тебе, что Маюши стала обузой для вас обоих? Откуда это взялось? Конечно, ты не обуза. Ты уверена? Я подумала, что, возможно, из-за меня у вас с Акарином какие-то проблемы. Это мое самое большое беспокойство сейчас. Он что-то сказал тебе? Нет. Акарин мне ничего не говорил. Но я много думала об этом. И вот к какому выводу я пришла. Понятно. Полагаю, ты знаешь, чем сейчас озабочен Акарин? Крис. Что ж... Интересно, Акарин не расскажет Маюше, потому что я для него бесполезна? Нет, это абсолютно неправда. Все потому, что он дорожит тобой больше, чем кем-либо другим. Маюри, он не хочет причинить тебе боль. Он хочет защитить тебя. Крис? Маюри, не заблуждайся на этот счет. Иначе все его усилия пойдут прахом. Я имею в виду не то, чтобы меня волновало, пропадут его усилия в пустую или нет. Ведь он, по сути, король идиотов. Он такой, такой глупый. Он сводит меня с ума. Ее слова риски, но в то же время они очень добрые. Как Акарин? Крис, вы с Акарином очень похожи. Нет, 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 ни за что. Маюри, слушай, ты говоришь мне, что я по сути такая же, как этот невежественный идиот. Это очень больно, знаешь ли. Ну, я правда думаю, что вы похожи. Вы бы хорошо подошли друг к другу. Понимаешь? Ты шутишь? Я и он? Никогда. Ни за что. Невозможно. Правда? Кто бы захотел такое чинюбье? Несмотря на ее слова, щеки Крис покраснели. Думаю, она тоже не очень хорошо врет. Маюри, ты гораздо больше подходишь ему. Я имею в виду, вы так долго знаете друг друга и... Акарин? Акарин как старший брат для Маюши. Вот и все. С каждым словом становится все труднее и труднее продолжать говорить. Заметив выражение лица Маюши, Крис легонько потянула меня за щеку. Маюри, очевидно, что ты напрягаешься. Курефо! Девичий разговор это общение о том, о чем мы обычно не говорим, верно? Поэтому ты можешь быть честной. И я... И я тоже буду честна. Хорошо. Мы смотрим друг в друга в глаза и киваем. Маюри, тебе ведь нравится Акаба? Я не могу скрыться от пристального взгляда Крис. Да. Но я знаю, что ты нравишься Акарину, Крис. почему ты так говоришь? Я вижу это. Поскольку Маюши заложник Акарина, я всегда видела Акарина вблизи. Потому я могу так сказать. Ладно, теперь твоя очередь, Крис. Будь честна. Тебе нравится Акарин? Я... Я... Я ненавижу этого идиота. Но сегодня он сказал кое-что лишнее и это сбивает меня с толку. Вот и все. Крис подносит руку ко рту и начинает и качать головой. Клянусь, извини, просто все так запутано. Наверное, я сейчас звучу совершенно бессвязно. нет, все в порядке. Я понимаю. Продолжай. Хорошо. Хорошо, Майюрия. Просто потому, что это ты, я буду честна. Она делает несколько глубоких вдохов, прежде чем выпустить дыхание и начать говорить. Дело в том, что Акаба признался мне ранее. На секунду мой разум помутился. Я открываю рот, чтобы попытаться что-то сказать, но слов не было. Через некоторое время, когда я наконец смогла что-то сказать, я была удивлена тому, насколько глупо я прозвучала. Правда? Это очень похоже на то, что как умерла бабушка. Я не чувствую ни горечи, ни печали. Но мне кажется, что в моем сердце появилась дыра. Но должно быть, это была какая-то ошибка. Он преследует не того человека. Как он может быть таким глупым? Крис сердится нам за Майюши. Ну, а Карин вовсе не совершил ошибку. Я знала это. Это неправда, Крис. Но Майюри ты для него важнее, чем кто-либо другой. Вот почему даже если он изнуряет себя, он никогда не отказывается спасать тебя. И он нашел способ сделать это. Майюри, но окарин спасет меня? Крис понимает, что сказал слишком много и зажимает рот. Боже, наверное, со мной сейчас что-то не так. Мне жаль, Майюри, я больше ничего не могу сказать. нет, скажи мне, но пожалуйста, Крис, Майюша хочет знать все, все, что пытаешься скрыть от меня. Я смотрю в ее глаза и умоляю. Но мы с Акабой не хотим причинять тебе боль. И более того, я не хочу, чтобы ты пережила то же, что и я. мне все равно, если это будет больно. Просто пожалуйста, скажи мне, если тебе и Акарину больно, я не хочу оставаться невредимой. Это несправедливо. Я хочу быть такой же, как ты. Будь ты счастлива или печальна. Майюри. Крис сжимает кулаки и молча смотрит в пол. Все, что я могу делать, это смотреть на нее и молиться. Через некоторое время она поднимает голову и смотрит на меня. Майюри, ты уверена, что не пожалеешь об этом? Я уверена. Все в порядке. Я готова ко всему. Да. значит ты такая же как и я. В таком случае я должна рассказать тебе, как Акабе рассказал мне. Нечестно молчать. Кроме того, нет смысла скрывать это сейчас. Хорошо. Я скажу тебе. Я спасибо, Крис. Крис смотрит мне в глаза. Я чувствую напряжение. Все затихает. В связи с изменениями в мире, если все будет продолжаться в том же духе, Майюри, ты умрешь. чтобы найти способ избежать смерти, Акабе неоднократно совершал прыжки во времени. Я предупреждала его, что они все еще нестабильны и опасны, но он делал все, чтобы найти будущее, в котором можно тебя спасти. не может быть. Я вспомнила кошмары, которые мне снились в последнее время. В последнее время мне снятся кошмары, в каждом из них я была готова умереть, но каждый раз Акарин приходил и пытался спасти меня. Но в конце концов Майюша все равно умирает. Может быть это были не настоящие сны? Я не могу полностью исключить этот вариант. Каждый раз, когда Акаба совершает прыжок во времени, прошлое переписывается. предыдущее прошлое может оставаться с тобой в виде снов. Значит, это были не сны. Акаба предположил, что избавившись от всех отправленных нами димейлов, первоначальной причины, по которой мы изменили мировые линии, мы сможем вернуться к нашей первоначальной. Вот почему он совершил прыжки во времени. Я думаю, что эта теория верна. И теперь нужно избавиться только от одного димейла. Мы в одном ходу от шаха. Я не совсем понимаю, что говорит Крис, но я напряженно думаю. И так, Акарин пытался вернуть в мир до появления димейлов, чтобы спасти Маюши, и благодаря ему мы почти вернулись к нормальной жизни. Аккбе кое-что понял. Блин, простите, но я не могу попасть в этот тайминг. Они вот очень быстро говорят, а порой вот еще полтора часа прослушать нужное. и волей неволей вот этот скип происходит. Он понял, что в оригинальной мировой линии я умерла две недели назад. На мгновение я не смогла понять, что она сказала. Нет, не так думаю, я не хотела понимать. Я не могу в это поверить. Я не хочу в это верить. Это должно быть ошибкой. Аккарин измотал себя, пытаясь вернуться к исходной мировой. Но в оригинальной линии мира Крис уже мертва? Это ужасно. Слишком ужасно. Майюри, ты помнишь, как Аккарин рассказывал о том, что меня убили на радио Кайка? Я помню, но я думала, что Аккарин просто пошутил как всегда. Я тоже, но это не так. Скорее всего это было реальным событием в оригинальной мировой линии. В оригинальной мировой линии в этот день, 28 июля, я умерла. Итак, если мы вернемся к первоначальной мировой линии, что с тобой произойдет? Крис Крис крестила руки и горько рассмеялась. Наверное, невозможно вернуть умершего человека. Я никогда раньше не задумывалась о загробной жизни, но... я наверное исчезну из мира. Я не могу перестать дрожать. Я сказал, что готова к правде, но... Крис умрет. Я не хочу этого. Должен быть другой способ. Крис тихо покачала головой, перебив меня. Я перебрала в уме все возможные варианты, но все они вели в одно и то же место. Если мы не вернемся к исходной мировой линии, ты умрешь. Если мы ее вернем, я умру. Несмотря ни на что, верно. Акабо отчаянно пытался найти способ спасти нас обеих, снова и снова заставляя себя перепрыгивать через время. Но все безрезультатно. Этого не может быть. Возвращение к исходной мировой линии это одно, но попытка найти другую мировую линию это безрассудство. Мир не так удобен. Таким темпами Акабо уничтожит себя. Честно говоря, он уже на пределе. В этом есть смысл. Он видел, как важно для него человек умирал снова и снова. как мы могли думать, что он останется нормальным. Честно говоря, удивительно, что он еще не сошел с ума. Я не знала, что Акарин был так близок к переломному моменту. Я Акарин и Крис, я даже не представляла, что они так страдали из-за меня. Мне было так жаль, что я даже не смогла подобрать слова, чтобы выразить это. это может показаться жестоким, но продолжать скачки во времени, даже если у нас уже есть ответ, не более чем эскапизм. Если я фатализм, в который ты веришь верен, Майюри, то мировая линия, где я мертва, настоящая судьбоносная. Потому я убедила Акаба, что он должен спасти тебя, Майюри. Сначала он не хотел слушать, но в конце концов согласился. Наблюдая за тем, как она говорит таким отстраненным тоном, я чувствовала, что она может исчезнуть в любой момент. Я бросилась в Крис и заключила ее в крепкие объятия. Нет, ты не можешь, ты не можешь исчезнуть. Майюри. Прости, Крис. Майюши. Майюши ничего не знала. Даже сейчас я сказала тебе что-то ужасное. Мир, где ты должна умереть. Я не хочу такой судьбы. Я не хочу этого. Но это правильно, Майюри. Пожалуйста, постарайся понять. Она нежно гладит Майюши по голове, будто успокаивая ребенка. Мне все равно, правильно это или нет. Я не хочу будущего без тебя. Крис, я сделаю все, что потребуется, чтобы изменить это. И тебе и Акарину пришлось так много страдать. Но, Майюши, я понятия не имела это. Мне жаль. Прости. Почему ты извиняешься? Я скрывала это от тебя. Я не хочу предавать тебе. Я не хочу, чтобы ты меня ненавидела. Я хочу, чтобы ты оставалась улыбчивой. Майюри, вот почему я крис. Ты никогда не предавала Майюши. Я всегда думала, что такой день может наступить. Что ты поддерживала Акарина, когда он был на пределе. Верно? Я никогда не собиралась этого делать, но он такой глупый. Я не могла оставить его страдать в одиночестве. Конечно, ты бы влюбилась в того, кто помог тебе в самый тяжелый момент. Майюши была такой же. Когда я произнесла эти слова, я наконец-то поняла, насколько сильно мне нравится Акарин. Но так, кто может сделать Акарина счастливым, это ты, Крис. Так что не беспокойся, Майюши. Просто позаботься об Акарине. Я склоняю голову и думаю про себя. Я веду себя как мать Акарина или что-то вроде того. Не заставляй меня это делать. Я только подведу тебя. Я уже решила вернуться в Америку, потому не смогу заботиться о нем. Правда? Когда? Я поднимаю голову и вижу, что она смотрит вдаль со страдальтическим выражением лица. Завтра? Но нет. Думаю сегодня. Я не знаю точного времени, но я планирую уехать из Японии. Это был твой план на сегодня? Так скоро? Почему? Я все обдумывала и относительно говоря, это лучший вариант. О'Карин знает об этом? Он знает. Тогда к такому выводу пришли Мооба с Акабе. Я не намерена менять свое мнение. Акабе сделал все, что мог. Он сделал очень много. Он также пообещал никогда не забывать меня. Для меня этого достаточно. Так что, пожалуйста, ты должна понять, Майюри. Мои слезы начинают затуманивать мой взгляд на ее страдальческую улыбку. Ни за что, я не хочу понимать. Майюши не хочет жить за счет твоей жизни. Я чувствую то же самое. Мы обмениваемся взглядами, ни один из нас не хочет уступать другому. Я поражена тем, как решительно горят глаза Крис. Ее воля кажется неизменной, но у Майюши есть козырь. Тот, который я не хотела использовать. Но если нет другого выхода, мне придется. Медленно и спокойно я принимаю решение. Крис, ты веришь в судьбу? 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 мне хотелось бы в это верить. Майюши тоже хочет верить в это. Если два человека хотят встретиться, что что-то притянет их друг к другу? пока они живы, они могут встретиться снова. Я говорю это чтобы убедить себя, затем я улыбаюсь Крис. Так что я еще не сдаюсь. Потому что я еще ничего не сделала, я не хочу сдаваться. До того, как попробую что-то сделать. Я бы начала жалеть об этом. Майюри, я благодарен за то, что ты чувствуешь, что у нас есть ответ. Даже Акабо способный воспринимать изменения мировых линий. Не смог ничего сделать. Для нас двоих это невозможно. Я продумала все варианты и мы ничего не можем сделать. Нам не повезло. Мы не можем просто создать чудо. Крис. Возможно последний козырь Майюши вовсе не козырь. Может быть это бесполезно? Но все равно я не хочу сдаваться пока не попробую. Мои чувства не изменятся. Это может быть бесполезно. Возможно это бесполезно, но я должна попробовать. Майюри? Что ты сказала? Нет. ничего. Между нами вдруг возникла неловкость. И я не знаю что сказать. Давай остановимся. Сейчас нам дорога каждая минута и секунда. Я хочу дорожить ими. да. Я не знаю когда Акабо планирует вернуться к первоначальной мировой линии. Но я рада что мне удалось сдерживать обещание данное тобой. Спасибо Крис. Нет. Тебе спасибо. Так о чем же нам поговорить? Давай посмотрим. Может расскажем историю которая заставит посмеяться? Ну может я поделюсь одной из лучших работ Маюши? Захватывающая неловкая легенда об Акарине. Что? Что за компромат у тебя на него? Расскажи. Это было тогда когда Карин учился на втором курсе средней школы. Да да. Крис наклоняется вперед ее глаза сверкают. Я хочу видеть все больше и больше ее улыбку. Потому я откопала свои самые смешные воспоминания и начала рассказывать ей. Это правда? Тогда я младший школе Чуть не убью Акабо было еще хуже? Я не знал что такое вообще возможно. Это правда был случай когда он пришел в школу с правой рукой обмотанной бинтами на которых он нарисовал какой-то символ. Он не был ранен или что-то еще потому это выглядело очень странно. не говори мег готов по спорту сказал что-то вроде печать на моей правой руке кричит от боли. Да именно а потом когда мы так разговариваем кажется что часы перестают осчитывать время до исчезновения Крис. Однако я чувствую сильное нетерпение будто мне нужно что-то делать но я не могу ничего сделать до утра так что сейчас я просто продолжу говорить потому что я хочу исполнить желание Крис дорожить каждой минутой каждой секундой посмеявшись и проговорив с Крис всю ночь мы прощались потому что ей нужно было собираться в поездку мы обещали поддерживать связь даже когда она вернется в Америку покинув гостиницу в Ачинамидзу я вернулась в Акибу и отправилась в лабораторию я не знаю когда она исчезнет я не могу не ускорить свой шаг я смотрю на время сейчас как раз 10 часов еще немного подожди меня Крис не в моих силах больше сдерживать себя и начинай бежать я пришла в лабораторию я убеждаю что мастерская мистера Брауна открыта прежде чем подняться в лабораторию в этот момент я замечаю фигуру на крыше знакомый белый лабораторный халат развивается по ветру Акарин Акарин смотрит на небо вероятно о чем то размышляя он еще не заметил Маюши Акарин я тоже буду стараться изо всех сил я поднимаюсь по лестнице стараясь чтобы Акарин не заметил меня дверь не заперта я проскальзываю внутрь лаборатории в пустой лаборатории было необычно тихо лучи внутреннего солнца мягко освещали комнату я вспоминаю времена когда Акарин и Маюши были единственными обмамами однажды во время научного тайфуна научного ночного лаборатории полностью отключилось электричество но к следующему утру тайфун прошел и все было очень спокойно как сейчас но я помню что чувствовал себя немного расчарованной я чувствовал что не было смысла так бояться накануне Акарин в тот раз поднял мне настроение шум ветра дождя был настолько ошеломляющим что я испугалась что старое здание может рухнуть любую секунду и как всегда Акарин включал свой драматический голос и заставлял меня чувствовать себя лучше думаю он сказал что-то вроде это должно акт саботажа со стороны организации но я хоэн киома отказываюсь принимать поражение муха как ностальгично все что касается организации саботажа было выдумано Акарином так же как дети придумывают всякую ерунду это было так весело я никогда не думал что это может стать реальностью мои ночные кошмары на самом деле не были кошмарами они были как фрагменты воспоминаний об Акарине сражающейся за спасение Маюши как только я вспомнила сцену с окружающими меня страшными людьми с окружением я почувствовала пронзительную боль в голове я должна изменить это как сказала Крис может чудо не случится но это лучше чем ничего не делать и потом жалеть я спотыкаюсь направляюсь в комнате разработки задней части здания компьютер был включен Дару рассказал мне как использовать его по телефону немного сложновато но ничего все будет хорошо я думаю вести номер мобильного телефона Маюши установить время на вчерашний день после того как я заметила что мой телефон раздился я зарядила его затем дрожащими руками я надел наушник и на голову я боюсь Крис сказал что прыжки во времени могут быть опасны но я понятия не имею что произойдет ради Маюши а Карен сталкивался с этим ужасом бесчисленное количество раз я хочу плакать но сейчас не время для слез мне жаль Карен все что мне нужно сделать это включить и позвонить на мобиль волновку я делаю медленные глубокие вдохи все в порядке нечего бояться я не боюсь я убеждаю себя и кладу большой палец на кнопку вызова своего телефона но вдруг здесь кто-то есть со звуком захлопавшегося двери я слышу резкий голос Акарина пронзающий лабораторию Акарин Майюри увидев что Акарин бежит прямо на меня я поспешила включить мобил волновку в следующий момент вспыхивает синий белый свет яркий свет светит все ярче и ярче я чувствую как содрогается земля моя голова так больно казалось что она сейчас сломается я больше не могу стоять прямо и скручив все Майюри что ты делаешь мне жаль Акарин Майюше нельзя сдаваться дрожая нажимаю кнопку вызова мое зрение сильно искажается боли тошнота настолько сильна что кажется будто мой мозг разрезает на части Майюри остановись ужасное лицо Акарина приближается ко мне все движется в замедленном темпе он хватает меня за запястье невероятно сильной хваткой Акарин пытается сорвать наушники с моей головы со всей силы борясь я отчаянно пытаюсь удержать его на голове не останавливай меня пожалуйста отпусти Майюше Акарин тот момент когда я закричала мир трясется и трещина распространяется по всему миру все вокруг меня разлетается в пыль моей голове все перемешалось вообще кстати неожиданно более чем неожиданно не знаю сколько там осталось по времени ну давайте на этом закончим это был первый прыжок во времени Майюри что очень удивительно так сохранилось сохранить отсюда вообще прям нежданчик но полную картину мы будем иметь уже наверное в следующей серии она будет наверное последняя по этой истории ну а с вами была Мишепард до следующей серии всем пока